Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Наталья Седых прославилась в один день после выхода на экраны знаменитой картины Александра Оу-Морозко. Будучи 15-летней девушкой, она сыграла в фильме сказки полюбившуюся миллионам телезрителей кроткую и тихую Настеньку. Ангельская внешность красавицы сводила с ума миллионы поклонников, а гениальный режиссер умолял гримеров накрасить красавицу таким образом, чтобы она хотя бы на 16 лет выглядела. Балерина и актриса Наталья Седых по сей день у многих ассоциируется с Настенькой Изморозко. А ведь с момента выхода картины прошло 55 лет. Да и за плечами исполнительницы главной роли не только успех в известных фильмах. Бывшая прима-балерина Большого театра блистала на мировых сценах, исполняя ведущие партии. Сейчас ей 71 год, и она по-прежнему восхитительна. В чем и смогли убедиться Андрей Малахов и гости программы «Привет, Андрей». Когда Седых появилась в студии, зрители и гости ахнули, вот так Настенька Изморозко. Дело в том, что артистка повторила свой знаменитый образ из сказки. Она появилась на публике под руку с телеведущей Яной Кошкиной. Наталья была облачена в русский сарафан и красный платок, точь-в-точь такой, как носила Настенька. Наряд подчеркнул стройную фигуру Седых. Обалдеть! Не смог сдержаться Николай Басков. И тут же бросился целовать актрисе руки. Что вы едите? Что вы пьете? Не унимался Николай. Как вы потрясающе выглядите. Ну вообще просто. Давайте поаплодируем любимой актрисе. Вообще просто шок, причитал исполнитель хита «Натуральный блондин». С золотым голосом России согласились Филипп Киркоров и другие знаменитости, которые, как оказалось, обожают знаменитую картину и тоже стали расспрашивать Наталью Евгеньевну, как ей удалось сохранить красоту. Но артистка свой секрет раскрывать не стала. Напомним, Наталья Седых в свое время вышла замуж за композитора Виктора Лебедева. Того самого, который написал музыку к фильмам «Небесные ласточки», «Ищите женщину», «Гардемарины», «Вперед!», оперу «Волшебник изумрудного города» и многие другие произведения. Она прожила с ним 10 лет и подарила сына Алексея. По некоторым данным, брак распался, так как после свадьбы пара все время жила в разных городах. Наталья Седых в Москве, а Виктор Лебедев в Ленинграде. Дело в том, что Седых не могла оставить Большой театр. А у мужа в культурной столице были больная мать и сестра. Сама актриса не раз рассказывала, что ее супруг был совершенно беспомощным в бытовом плане. И, по словам Натальи, не мог даже чайник на плиту поставить. А потом мужчина и вовсе увлекся другой. Седых как-то приехала к супругу без предупреждения. Мало того, что она обнаружила в квартире любовницу, так еще и поняла, что эту женщину и ее любимого связывают давние отношения. Лебедев оправдывался, просил прощения, но актриса была непреклонна. Она тяжело перенесла предательство. Ее спасли работа и сын. В Большом театре Седых проработала до 1989 года. И почти сразу получила предложение от драматического театра у Никитских ворот. Там Наталья играла с 1990 по 2006 год.